Давайте вспомним механический смысл производной. Производная функции y равно f от x это мгновенная скорость изменения этой функции. В частности, если зависимость между пройденным путем s и временем t при прямолинейном неравномерном движении выражается уравнением s равно f от t, то для нахождения мгновенной скорости точки в какой-нибудь определенный момент времени t нужно найти производную и подставить в нее соответствующее значение t, то есть v от t равна значению производной функции s от t. Рассмотрим примеры. Пример первый. Точка движется прямолинейно по закону s равно t в кубе разделить на 3 плюс 2t в квадрате минус t. s выражается в метрах, t в секундах. Найти скорость движения через 3 секунды после начала движения. Решение. Скорость прямолинейного движения равна производной пути по времени, то есть равна t в квадрате плюс 4t минус 1. Подставив в уравнение скорости t равно 3 секунды, получим скорость через 3 секунды будет равна 20 метров в секунду. v3 равно 32 плюс 4 умножить на 3 минус 1 равно 20 метров в секунду. Ответ 20 метров в секунду. Пример второй. Маховик, задерживаемый тормозом, поворачивается за t секунд на угол фи, равный 4t минус 0,2t в квадрате радиан. Найдите. a. Угловую скорость вращения маховика в момент t равно 6 секунд. b. В какой момент времени маховик остановится? Решение. А. Угловая скорость вращения маховика определяется по формуле омега равно производная от фи. Тогда омега равно 4 минус 0,4t. Подставляя t равно 6 секунд, получим омега равно 1,6 радиан в секунду. b. В тот момент, когда маховик остановится, его скорость будет равна нулю. Поэтому 4 минус 0,4t равно нулю. Отсюда t равно 10 секунд. Ответ. Угловая скорость маховика через 6 секунд равна 1,6 радиан в секунду. Время остановки маховика 10 секунд. Пример третий. Тело массой 6 килограммов движется прямолинейно по закону s равно 3t квадрат плюс 2t минус 5. Найти кинетическую энергию тела, равна массе умноженной на квадрат скорости пополам, через 3 секунды после начала движения. Решение. Найдем скорость движения тела в любой момент времени t. v равно производная от s и равно 6t плюс 2. Вычислим скорость тела в момент времени t равно 3. Она равна 6 умножить на 3 плюс 2 и равна 20 метров в секунду. Определим кинетическую энергию тела в момент времени t равно 3. e равно 6 умножить на 20 в квадрате и разделить на 2 и равно 1200 джоулей. Ответ. Кинетическая энергия тела равна 1200 джоулей. Теперь перейдем к производной второго и более высшего порядков. Производная от данной функции называется первой производной или производной первого порядка. Но если производная функции также является функцией и если она дифференцируема, то от нее в свою очередь можно найти производную. Производная от производной называется второй производной или производной второго порядка. Обозначение производной 2-го порядка. Производная от 2-й производной называется производной 3-го порядка. Обозначение производной 3-го порядка. Обозначение производной n-го порядка. Приведем примеры. Найдем производные 4-го порядка для заданных функций. Первое. f от x равно sin 2x. Производная f от x по правилу нахождения производной сложных функций равна cos2x умножить на производную от 2x и равна 2 cos2x. Вторая производная функции f от x равна минус 4 sin2x. Третья производная равна минус 8 cos2x. Четвертая производная равна 16 sin2x. f от x равно 2 в степени 3x. Производная f от x по правилам нахождения производной степенной функции и по правилам нахождения производной сложных функций равна 3 умножить на 2 в степени 3x и умножить на натуральный логарифм 2. Производная второго порядка функции f от x равна 9 умножить на 2 в степени 3x и умножить на квадрат натурального логарифма 2. Производная третьего порядка равна 27 умножить на 2 в степени 3х и умножить на куб натурального логарифма 2. Производная четвертого порядка равна 81 умножить на 2 в степени 3х и умножить на четвертую степень натурального логарифма 2. Если первая производная функции — это мгновенная скорость изменения любого процесса заданной функции, то вторая производная – это скорость изменения скорости, то есть ускорения. То есть a от t равно производной v от t и равно второй производной s от t. Итак, первая производная – это скорость изменения процесса, а вторая производная – ускорение. Разберем пример. Точка движется прямолинейно по закону s от t равно 3t квадрат минус 3t плюс 8. Найти скорость и ускорение точки в момент t равно 4 секунды. Решение. Найдем скорость точки в любой момент времени t. v равно первой производной от s и равно 6t минус 3. Вычислим скорость в момент времени t равно 4 секунды. Подставив значение 4 в формулу для нахождения скорости, получаем 21 метр в секунду. Найдем ускорение точки в любой момент времени t. a равно производной от v и равно 6t. Получается, что при такой зависимости движения s от времени t ускорение – это постоянная величина, и ускорение a в момент t равно 4 секунды тоже равно 6 метров в секунду в квадрате. Ответ – скорость равна 21 метру в секунду, а ускорение – 6 метров в секунду в квадрате. Подведем итог нашего занятия. Сегодня мы с вами познакомились с механическим смыслом первой и второй производной. Установили связи между первой и второй производной и скоростью и ускорением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok